Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Прочли вторую часть Великого Канона. Сегодня я хотел вам предложить для назидания одно из известнейших мест Священного Писания, которое в эти дни должно не отлучаться от рук наших. Потому что многие скорби приходят в мир через незнание Писаний. Я хочу почитать вам о том, как Авраам молился о Содоме. Вы это слышали не раз, наверное, многие. И я слышал и читал, но каждый раз читая, мне кажется, это все-таки сохраняет свою актуальность и даже умножает ее, особенно когда мы знаем о слухах и военных всяких делах. Итак, 18 глава книги Бытия. Это, по сути, фактор. Здесь вскрывается перед нами, что такое в Божьих глазах фактор безопасности. Оказывается, безопасная жизнь людей зависит от того, есть ли среди них тайные праведники. Существует продуктовая безопасность любого государства, существует понятие энергетической безопасности, информационной безопасности, демография попадает под категорию безопасности, ибо если ты не рожаешь, а рожают другие, то тебя скоро не будет, и ты будешь жить на чужой земле. И есть безопасность непосредственно военная, а есть безопасность, о которой ни где не написано. А именно, всем будет хорошо, когда есть неизвестные никому праведники, затерявшиеся между людьми, но Богу известные. И вот об этом говорится здесь. Итак, Господь разговаривает с Авраамом, обещает ему дать сына. Ему уже там много-много лет. Цара не верит и смеется, поэтому сына назовут смех, то есть Ицхак. И говорит Господь, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». Это говорится о Христе. Апостол Павел эти слова, «благословятся в Аврааме, все народы земли», относят к Иисусу, который сын Авраама, как вы помните, из Матфея. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». И далее. «Сказал Господь, вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их, тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне или нет, узнаю». Авраам тогда еще стоял пред лицом Господа и подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? И с праведником будет то же, что с нечестивым?» «Есть в этом городе 50 праведников, неужели ты погубишь и не пощадишь всего места сего ради 50 праведников, если они находятся в нем?» «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым?» «Не может быть от тебя судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Обращаю ваше внимание на длительную и упертую речь великого Авраама. То, что мы вчера с вами говорили. Как молились праведники, как молится церковь. Настырно, неотступно, уперто, иногда даже так, что страшно за того, кто так молится. Я еще раз прочту, потому что очень важно. Посмотрите, как он длинно молится Богу всей земли. «Подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? И с праведником будет то же, что с нечестивым. Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь всего места сего ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя судья всей земли. Поступит ли неправосудно? Наше сердце тоже так просит Бога. Мы тоже уверены, что не может быть так, чтобы нагруженные грехами и легкие, как перышко, получили одинаковую мзду. Не может быть от судьи всей земли. Это очень важно для нас каждый день. Это важно. Господь сказал, если найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место сие. Авраам сказал в ответ, он дальше будет все меньше и меньше молиться. Он уже отдал всю душу, он теперь уже будет идти сверху вниз. Вот я решился говорить Владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет пяти? Неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40. Слышите? Все длинные молитвы кончились. Начался некий священный торг, в котором Авраам чувствует, что он уже не прав. И в принципе уже дерзновение кончилось. Говорит, я прах и пепел, не прогневайся, но я еще скажу. Может быть, будет там 40. Он сказал, не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам, да не прогневается Владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30. Он сказал, не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал, вот я решился говорить Владыке, может быть, найдется там 20. Он сказал, не истреблю ради 20. Авраам сказал, да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Я думаю, что всем все ясно. По крайней мере, что-то ясно хоть кому-то. Разговор человека, который наш отец, потому что мы дети Авраама. Одним посчастливилось родиться от него, семя Израилева. И арабы, кстати, тоже дети его хотят не от Сары, а от Агари, но тоже семя Авраамова. А мы дети других родителей, у нас другие родословные, но мы по вере, все спасенные, все спасающиеся, все верующие, благословляются с верным Авраамом. Вот так отец наш, праотец наш Авраам наш тоже, молился перед Богом за Содом. Господь сам прервал разговор этот из-за его бесперспективности, потому что в Содоме мы знаем, что было. Был только один праведник. И то сикось-накось праведник. Потому что люди, многие живут в Содоме, и бывают праведниками, из Содома выйдут и падают во все тяжкие грехи. То есть так было с Лотом. Он пока жил в Содоме, был лучше всех на фоне Содома. А когда вышел из Содома, вы помните, что там случилось с ним, и с дочерьми его, там такой казус получился, о котором мы как-нибудь отдельно будем говорить, но вы наверняка знаете о том, что родились у него внуки, которые одновременно были его дети, Моав и Амон. Дочери его напаивали две ночи подряд и спали с ним. И родились дети у них, о которых потом сами дочери говорили сыновьям своим. Ты сын мой или брат мой? У нас один отец. Дед твой, отец твой, ты внук мне или племянник мне? Кто ты мне, сын мой? Брат ты мне или внук ты мне? Кто ты мне, сын мой? Говорили эти дочери, потому что отец твой, это и мой отец. И отец твой, это дед твой. Кто я тебе, сын мой? Потом родилось от них. Это уже за пределами Содома. В Содоме такого не было. А за пределами Содома было, потому что люди, когда им плохо, они хорошие, как ни странно. Когда им хорошо, они отвратительные. И вот там был только один праведник, этот Лот. И Господь не губил Содом, пока не вывел его. Потому что знает Господь, как избранных избавлять. И ангелы пришли, и эти ангелы пришли в человеческом виде. А Содомляне хотели познать их, ибо это были новенькие. Они уже всех друг друга перепознали, они уже надоели друг другу, ибо это были люди неистово развратные. А тут пришли новенькие, они хотели пользоваться ими, как плотью их пользоваться, за пределами естества. И они поразили их слепотою, а Лоту сказали, беги, не останавливайся. И жена погибла, обернувшаяся назад. И Господь Иисус Христос говорит нам, поминайте жену Лотову, не оборачивайтесь назад, не смотрите на то, какой был мир, и как там было все в том мире, который уже не вернется, что будет другой мир. Тот, что был, уже не будет. И не жалейте о том, что было. Ах, я ездил туда и покупал вот это, а я был здесь, и потом летал вот сюда. Забудьте про то, что было, потому что Христос сказал, вспоминайте жену Лотову. Все поменялось, поменяется еще больше. И забудьте то, что было. Вперед смотрите, там будет другой мир, другая жизнь, и совсем все по-другому перекроится. Слава Богу, потому что Бог творит все новое. И вот мы видим, дорогие христиане, молитву праведника за грешников. Кстати говоря, в еврейской традиции считается, что Ной грешен перед Богом, скажем, недостаточен в святости, потому что неизвестно из Библии, молился ли Ной за допотопное человечество. Вот об Ионе известно, что Иона переживал о людях, живущих в Ниневии, и там ревновал пророчеству не солгаться. А в Рампе переживал. Моисей молился за согрешивших. Поэтому Моисей, Авраам, они чрезвычайно драгоценны в Божьих глазах. Вот, например, Ной, повторяю, неизвестно, молился ли он за тех, кто был во времена потопа. Или он просто готовился спасти свою душу и слышал голос Божий. И поэтому ветхозаветная традиция считает, что выше всех Авраам еще и потому, что в нем была любовь к грешникам. Его лот тревожил, это племянник его, это плоть его. Но ради праведника спасаются многие другие. И вот здесь мы, возлюбленные, с вами прикасаемся к одному из нервов мировой истории. Сегодня память Блаженной Матроны совершается. И сегодня мы успели пропеть и канон молебный, из службы до чтения канона. И там в очередной раз себе там напомнили такую вещь, в каноне прямо у нее упоминается, у Блаженной Матроны, о том, что не стоит село без праведника. Это ее слова. Она повторяла, это русская пословица, что без праведника несть граду стояние. Если последний праведник из города уйдет, не будет города. Какая-нибудь холера заберет этот город с лица земли. Землетрясение, нашествие врагов, там, не знаю, какая-то чума, мор, язва, что-нибудь придет на этот город, потому что нет смысла жить, если нет святости. Нравственность и святость. Нравственность – это фундамент, некая база. Это такая праведность. Что такое праведность вообще? Праведность – это правильное отношение с окружающими людьми. Праведником считается тот, кто ни у кого ничего не взял, чужого ничего не присвоил, никого не оскорбил и не обидел, нужные деньги работнику наемному заплатил вовремя, не посягал на чужую честь, не спал с чужой женой, за спиной у человека, не строил ему сети ковы, не копал ему яму, чтобы он упал в нее, не радовался о чужой неправде. То есть праведность – это мерило Божьи их отношения к окружающим людям. Вот это называется праведность. Это еще не святость. Потому что святость выше праведности. Святость, когда человек и с ближними правильно выстроил себя, и еще и чем-то у Бога заслужил какую-то особенную благодать, например, постом усердным, молитвой долгой, тайной милостыней, чем-то еще. Так вот, без праведности и святости в жизни нет смысла. И это фактор национальной безопасности. Если есть в городе праведники, которых мы не знаем, потому что здесь Авраам так и говорит, может быть, найдется в городе 50 праведников. Что значит найдется? Потому что они есть, непонятно, кто из них кто. Их надо еще найти. Господь-то знает, кто у него кто, а мы-то не знаем кто. Помните этого Антония Великого, как он ходил из пустыни в Египет к сапожнику, поучиться у него смирению. Это архиважная история, когда великий старец, который с Богом разговаривает как с другом, как Моисей, из пустыни старыми ногами идет в Александрию, и вот Дух Святой приводит к какому-то сапожнику, которого никто в Александрии не знает. Нет, этого сапожника никто не знал, только Бог знает, что Антоний, ты еще не дорос до меры Александрийского сапожника, говорит Дух Утешитель Антонию. И Антоний идет в пустыню, а в самой Александрии про сапожника никто не знает, что он святой, и Антоний у него научается правильным мыслям. Понимаете? Сапожник сам не знает, что он праведник, и никто в городе не знает этого о нем. И вот это есть великая как раз такая тайна Божия. У евреев, если хотите, если вот эти аврамы, эти все вещи, у них есть такое понятие ламет вавник, такое это слово 32, это ламет и вав, две буквы, считается, что в мире всегда есть 32 праведника, так они считали. Почему? Не знаю. Почему именно 32? Но есть такой нерастраченный остаток святых, что их меньше быть не может, если их будет меньше, миру конец. И эти праведники не знают друг друга, и никто не думает, что они праведники. Просто живут себе на свете и работают. Тот работает дальнобойщиком, тот работает садовником, тот работает, тот вообще не работает в коляске, сидит в доме престарелых, вот и книжку читает. Но вот эти вот рассыпанные по миру люди, или в городе в одном живущем, или в народе, они являются фактором безопасности для всех остальных. Пока святые есть, можно жить. Когда все святые испарились, и святость нас больше не интересует, когда мы все оничестивились, то, что у Матронушки сегодня я себе напомнил, говорит, без праведника нету градустояния, без святого село не стоит. И если Русь оскудеет святыми, нету смысла в ней больше. В ней больше смысла нет. Она говорила это в те годы людям, когда действительно была война с религией, когда молиться было нельзя и прочее. Он говорит, праведники должны быть всегда, смиренные люди, смиренные земли должны быть всегда. Вот так молятся святые перед Богом, чтобы пощадил Господь Содом. А Содом, друзья мои, на прощание сегодня, это не просто грешники. Потому что когда люди грешат и стыдятся, грешат и прячутся, грешат и лукавят, ведь грех-то с лукавства начинается. Когда человек не... Это еще есть надежда. А вот когда люди полюбили грех настолько, что им ничего больше не стыдно, и когда их стало много, говорят, эти делают так, эти делают так, я делаю так, ты делаешь так. Чего нам стыдиться в конце концов? А кто не делает так, как мы? Да там один, два, три. Да зачем нам этим... И мы не будем больше стыдиться, мы будем гордиться грехами. То есть Содом, это не просто грех. Содом, это злая радость от того, что я беззаконник. Это не спровержение всех нравственных норм. Это не только половая распущенность. Потому что содомляне любили подставлять ножку слепому. Им было интересно, как падает беззащитный человек, который преграду перед собой не видит. Они хохотали, им было весело. Содомляне радовались, когда они крали, они хвалились грехом. Говорит, я его обманул. Он дурак, а я, типа, великий. Ну как, говорит, ты лох, а я, типа, я крутой. Я тебя обманул. Я тебя побил, я сильнее тебя. Они радовались греху. Они наслаждались грехом. Они проповедовали грех. И они не краснели и не стыдились. Как пишется у пророка, говорит, у тебя лоб блудницы, алмазное лицо у тебя, ты не краснеешь. Говорит, стыдятся ли они, когда делают мерзости? Говорит, ничуть не стыдятся. Вот за это внезапно будут уничтожены. В конце концов, Библия только об этом и говорит. Она говорит о грехе и об уничтожении грешников. Когда уже мы, так сказать, поймем, в конце концов, что это не баловство и не шутки. Это вся эта святая книжка. Она на каждой странице говорит, уничтожу, уничтожу и забудете, как звали вас. Сотру в пыль, и никто не вспомнит. Говорит, вот я ходил и смотрел там великий город. Говорит, скоро ты пройдешь, там не будет камня на камне. Скажешь, ой-ой, а там что-то был город раньше? Говорит, да, был. Я даже не верю, что там был город. Там ничего, там только пыль одна. Там коза когда-то одна блеет, ходит как бы, больше нет никого. Он говорит, засвистят и удивятся. Это постоянно там говорится, но мы никого не боимся. Мы думаем, что Иисусик добрый, что все хорошо, никто не будет нас наказывать. И вот мы вступили в великий пол, чтобы познать Иисуса заново, чтобы узнать, какой он. Это апокалипсис святой. Он же открывает нам другого Иисуса, не только который открывает слепые глазки, выпрямляет скрюченные позвоночники, снимает всякую там эту проказу с человека. Это все есть в Иисусе. Он такой, аминь, он такой. Но он не только такой. Он еще может наказывать, он еще может иссушать. Он у него в руках, значит, семь звезд, так сказать, он посреди семи золотых светильников ходит, а в другой руке у него ключи от ада и смерти. Он вообще всем командует. У него из уст выходит острый меч, он собирается этим мечом убить нечестивого. Слышали? Духом уст своих убьет нечестивого. То есть он будет воевать, Иисус. Он сильный, он царь. Нам нужно узнать об этом, надо знать Бога по-настоящему. Не какого-то боженьку себе придумать, такого добренького, настоящий Господь, он великий. Вот эта 18 глава, как раз она в частности об этом тоже говорит. Авраам молится, Господь отвечает, а на каком-то моменте диалог прерывается по желанию самого Господа. Больше уже не отвечает. Может быть, 10. Разговор закончен. Господь уходит, и Авраам остается с тем, что есть. Что вам на прощание пожелать? Пожалуйста, возьмите вот эту книжку в руки и потихонечку полюбить ее так, чтобы она никогда от вас не отлучалась. Чтобы там была закладочка, и что вы читали перед сном или по восстанию от сна, все время что-нибудь читали. Оно по капле, по капле, по капле научит вас страху Божьему и целомудрию, и сдержанности, и вниманию. И там будут все ответы на все тяжелые вопросы, которые нас с вами окружают. А я думаю, что вся тяжесть, которая давит на нас, и вчера, и сегодня, и завтра будет давить, она только от того, что мы плохо знаем Священное Писание. Мы мало знаем Господа. Мы плохо познали Его. Как-то узнали Его чуть-чуть, и как бы, ну, хватит, все. Он Бог кающихся. Да, мне это приятно, я каюсь, Он меня милует. Хватит, как бы, все. Этого не хватит. А еще кто Он? Он Бог крепкий, властитель, начальник мира, отец будущего века. А мне это неинтересно. Он Бог кающихся, да. Он милостивый, да. Мне хватит. Этого не хватит. Он Бог грозный, Бог карающий и наказывающий. Бог, который может свести во ад и возвести. Он Моисею сказал, я не звожу до ада и возвожу. Я умершляю и оживляю. Никто не заберет тебе из руки моей. Это страшновато. Мне не нравится. Я не хочу об этом читать. А надо. Надо знать все, то, что нам написано и открыто. Поэтому, друзья мои, время трезвения, время застегивания всех пуговиц до самой шеи, до самого воротничка, время узнавания того, чего не знали раньше, время многих коленопреклонений. Когда человек, знаете, склоняется, это очень драгоценная вещь, когда человек склоняется на колени и кланяется лбом до земли и прикасается челом до мраморного пола или до земли на улице или до полового коврика у себя дома молитвенного, значит, когда он именно челом касается самой земли. Это очень важный момент. В это время ты исповедуешь Господу самим положением тела, что ты смирился до самой земли, что ты прах. Как Авраам сказал, я прах и пепел. И ты касаешься челом земли, как бы говоря, Господи, я земля, и в землю вернусь. Бум! Челом до земли. А когда поднимается человек, то я бы вам порекомендовал такая древняя и такая вещь. Псалом 145. Мы поем его на литургии. Хвали душа моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему донди же есмь. Не надеясь на князя, на сына человеческие, в них же не есть спасение. Изойдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнутся помышления его. Блажен ему же Бог Яковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего неба и землю моря и все же в них. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные. Вот этот стих запомните. Господь возводит низверженные. Вот вам поклон любой. Ты стоишь перед образом или просто на улицу вышел, под небом голубым стоишь, перекрестился, говорит, Господи, услышь меня. И на коленке становишься и прям лобиком, прям так, так, чтобы шишку не набивать, конечно, по пословице, и прям так лобиком до земли, до самой земли, прям так бум, говорит, Господи, прости. А потом, когда поднимаешься на ноги, ты говоришь, Господь возводит низверженные, то есть Господь поднимает упавших. Слышите, когда поднимаешься, говорит, Господь возводит. То есть действительно, Господь смиряет гордых, и Господь поднимает скрюченных. Господь смиряет гордых, и Господь расправляет смирившихся. Господь смиряет гордых, и Господь поднимает упавших. Вот это, Господь возводит низверженные. Это целое богословие в одном земном поклоне. Перекрестился, поклонился, до зела, говорит, я смирился перед тобой, Боже, я никто в этом мире. Люди же верят в деньги, власть, и в брехню всякую. А вот сегодня надо знать, что деньги не Бог, и власть, это страшная ответственность, и брехня не помогает. Но есть великий Бог, которого нужно бояться. И вот ты кланяешься перед Ним, кланяюсь перед тобой, живущий во веки, челом до земли, потом поднимаюсь про себя, шепчу, Господь возводит низверженные. Да, я упал, но я встану. Я согнулся, но Господь выпрямляет меня. Это вообще красота. Этого очень не хватает. Земных поклонов. Земных поклонов. Упал, поднялся, упал, поднялся, упал, поднялся. За Симеоном Столбником однажды женщина наблюдала, он стоит на столбе, как птаха, 15 метров столб. Можете себе представить? 15 метров столб. Это прям там, прям под куполом нашего храма по высоте. И он там стоит. Не сесть, не лечь, как бы там, не поесть, не поспать, никаких удобств. Как птица стоит и молится там, годами молится. Как он там живет, никому не понятно. Наблюдала там за ним одна раба Божия и считала, он поклоны клал там на столбе. Стоит и кланяется, кланяется, а некоторые еще кланялись на четыре стороны света. Блаженная Ксения кланялась. Она в поле молилась, она не в храме моя, по ночам в поле молилась. Вышла в поле и, значит, смотрят, за ней наблюдали. Крестится, значит, вот сюда поклончик. Слава тебе, Господь. Потом поднимается, крестится, сюда поклончик. Потом поднимается, сюда поклончик. Потом сюда поклончик. И так крутилась, как это самое, вот так вот по кругу. Почему? Потому что Бог везде. Выразить такое чувство, что Господь там, Господь там, Господь там, она везде на четыре. И Симеон стоит на столбе и поклоны кладет. Какая-то женщина решила посчитать, сколько он поклонов кладет. Досчитала до 1200 с чем-то, 1250, 1270, сбилась. А он дальше кладет, поклоны, понимаете, на столбе стоит. Ну я, конечно, не зову вас такие архиподвиги совершать, потому что у нас не хватит для этого сил, и даже будет очень опасно человеку слабому делать что-нибудь слишком высокое. Но попробуйте сделать то, что я сегодня вам сказал. На коленке челом до самой земли, как бы с той мыслью, что Господи, вот я пред Тобой, Ты царь, а я прах и пепел, как Аварам сказал. А потом поднимаешься и говорит, Господь возводит низверженное. Сколько раз мы с вами падали в грехи, все, каждый. Сколько раз нам было стыдно жить на свете, мы думали, можно ли жить вообще дальше после всего того, что у меня в душе живет. А потом что? А потом проходит время, Господь утешает тебя через покаяние, причастие, молитву, что-то еще такое. И ты смотришь, да все вроде прошло, хорошо. Это была благодать, восставляющая упавших. Господь возводит низверженное. Господь хочет сломать всякую гордыню. У него есть такое желание. Желание Бога нашего сломать и в порошок стереть всякую гордыню. Всякое превозношение, всякое неправедное обольщение, мысли разные такие злодейские, сатанинские. Что мы, мы, мы самые главные, тролливали. Он это все будет стирать в порошок. Ему не угодно это. Он ненавидит гордыню. А вот всех упавших, всех смирившихся, всех покаявшихся, всех на полу лежащих, он будет поднимать. Будет поднимать, отряхивать их, вытирать им, пыль с них сбивать, целовать их в теме, все, утешься, все, я прощаю тебя, ты покаялся, я тебя простил. Господь возводит низверженный я. Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы. Сироту и вдову приимет. И путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек. Бог твой Сионе в род и род. В каждом псалме говорится про то, что Бог погубит врагов. В каждом псалме говорится, что Бог спасет смиренных. Там ни одной шутки нету. Тихий, ха-ха, добрый боженька, ля-ля-ля. Будем дальше грешить, и все будет в порядке. Ничего подобного. Господь накажет грешников, Господь помилует кающихся. Вот это правда Божия. 18 глава бытия. Авраам, Содом, Господь. Перечитайте сами, все это поймете еще раз, почувствуете, насколько это все трепетно и правдиво. Второй день уже пролетел. Два дня уже пролетело. Это уже не так мало. Все, завтра третий день. Собираемся, молимся, поем. Цель будет достигнута более-менее, когда начнем плакать. Когда вы заплачете дома или в храме, вот потекут слезы, значит, вы уже домолились до какого-то промежуточного успеха. Цель молитвы – слезы. Слезы. Нет слез, пока нет молитвы. Еще пока молитвы нет, нужны слезы. Чтобы были слезы, нужен пост, потому что полное брюхо, плакать не будет. Чтобы человек заплакал, нужно иметь пустое брюхо. День пустое, два пустое, три пустое. Нужно много-много помолиться, намучить себя и язык, и душу, и глаза книжкой, книжкой, книжкой. А потом вдруг сами слезы пойдут, сами. Их нельзя придумать. Господь их даст, они потекут. Пока слезы не текут, молитвы нету, считайте. Есть только подготовление к молитве. Эти все поклоны, чтение, пение, эти проповеди – это все только подготовка. Будем считать, что мы приблизились к какой-то маленькой цели только после слез. Нет слез, ничего нету. Одно такое еще пока что – спортивное упражнение. Пока что еще спина болит, ноги болят, но еще плода духовного нету. Будут слезы, будет все. Слышите? Имейте в виду это. Если вдруг заплачете вы, начнете дома молиться, вдруг заплачете – о, это оно. Причем сами заплачете, ни с того, ни с сего, не готовясь к этому. Не хотел плакать, вдруг взял – заплакал. Вот оно, это оно, это Христос, это Духа Божьего. Так что будем домаливаться до слез. Без слез нет прощения грехов, без слез нет благодати, у души нет целомудрия без слез. Душа должна помыться слезами. Поэтому мы должны домолиться до слез. Только два дня прошло, еще так и все началось. Все, с Богом, продолжайте трудиться. Аминь и Богу слава. Субтитры создавал DimaTorzok